Мужик, они меня все обтрогали, облапали, и я, честно говоря, устала просто там сидеть вообще. Слишком много нежности. Жена капитана нас угостила Чичей с утра пораньше. Он сказал, что ты выпил вот этот напиток, который они нам дали, и то, что у тебя встанет. Пока что мы только перемещаемся от кухолада в бухлу. Это антропалкоголия какая-то. Привет, я Леня Пашковский, и я в Колумбии, в амазонских джунглях. Мы сейчас очень далеко, в нескольких сотнях километров от ближайшего большого города, да и маленького города тоже, от ближайшей дороги, которая соединяет это место с цивилизацией. И мы забрались так далеко в сельву, чтобы узнать, как живут местные индейцы, то есть местное коренное население. Узнать, насколько они соответствуют нашим представлениям о том, как живут индейцы и кто они такие. Или все-таки местное коренное население уже тоже довольно современное и живет обычной жизнью. В общем, посмотрим, что осталось от их традиций. Будем путешествовать по местным рекам и разбираться. Поехали! Чтобы забраться вот в эту самую Амазонию колумбийскую, нужно проделать такой хитрый путь. Сначала добраться до окраины леса, назовем это так. Это недалеко от богаты, от столицы Колумбии. Там сесть на маленький самолет, на этом самолете полтора часа лететь. И самолет этот летит просто над бескрайним, бесконечным зеленым морем сельвы. Это очень красиво выглядит в иллюминатор. Просто вокруг тебя. Деревья, деревья, деревья. Ни одного просвета, только полоски рек. Вот эти красивые извиваются. И потом ты садишься. А что прилетели, Саша? В аэропорту под названием Бентли. И это аэропорт, поселка под названием Миту. Вот я сейчас здесь нахожусь. Это столица вот этого большущего региона всей Колумбийской Амазонии. Ну, как столица. Это просто маленький поселок. Здесь буквально, не знаю, 3-4 улицы. Такая, по сути, деревенька. Но здесь сходятся все речные водные пути между деревнями амазонскими. И другого способа, кроме как прилететь сюда, нет. Судя по всему, отсюда отправляются лодки в разные концы по реке. И здесь просто толпа народу. Похоже, не то на ярмарку, не то на какую-то массовую пьянку. Что здесь происходит? Это что за место? Рынок? Нет, это не рынок. Здесь все народы из деревень вокруг собираются вместе. Все что-то привозят с собой. Тут есть брашка. Брашка из того, брашка из сего. Рыбу привозят. А теперь, когда все люди посъездят, это просто похоже. Вау. Каждый подходит и говорит, бля, чувак, там такая гора, такая гора. А там такая река, такая река. Пойдем на нашу гору, посмотрим, на наш лес, посмотрим. Истой на Лили-бик-классе. Бампер? Нет, это бампер, а то, что вы думаете, да, да, да. Слишком много нежности. Слишком много нежности. Слишком много нежности. Все пьют, причем все пьют какой-то странный местный напиток. Это что? На каком языке вы говорите? Это не испанский? Нет, это местный язык, на котором говорит мой народ. Здесь очень круто слушать людскую речь в толпе, потому что внезапно большинство людей говорит не по-испански, как во всей Колумбии, а на каких-то языках, которые, ну, я не знаю, это реально звучит, вот как в кино про индейцев. Абсолютно другая речь, не похожая на романские языки, не похожая на другие какие-то европейские языки. Это, вау, язык из другой реальности. Их много разных, потому что у каждой группы местной свой язык. Их больше 20. Вау, это очень круто. Это прям какой-то амазонский Вавилон. Я не понимаю этот язык. Это алкоголь? Это сделанное из юки. Это алкоголь. Блин, посуда, посуда шикарная вообще в нем. Напоминает немножко кофе или шоколад. Может быть, такой немного обжаренный вкус. Потому что юку обжаривают. Это называется чича. Вот мужчина прекрасно подошел. Амазонский тукан. Он мне сейчас рассказывал, сложно с ним разговариваться, что он уже нормально накидался. Но он рассказывает с болью в сердце про то, как они здесь все, как бы коренные народы, пытаются сохранять лес, борются за сохранение природы, чтобы все максимально было натуральным. Вот, типа, даже они говорят, вот они букают, типа, да, сделано тут все исключительно, типа, из натурального продукта. У каждого народа они разные. Кто-то делает из маиса, кто-то из юки, кто-то, ну, из чего-то. В общем, говорит, борются за то, чтобы все собранять, а правительство себе не помогает. Субтитры создавал DimaTorzok Вы отсюда? Вы здесь родились? Да, сеньор. Моя мама раньше жила в деревне. Далеко отсюда. Два дня на лодке. А теперь перебрались сюда. Здесь жизнь полегче. Нет, очень тяжелая. Тяжелая? Почему? Все очень дорогое. Еда дорогая. Нужно жить своим хозяйством. Что вырастили, то и едим. Мистер, как ты? Здесь же есть электричество, есть вода. Опасно пить. Будешь потом свою подругу наказывать. Уходим? Уходим? Тяжело? Большое спасибо, сеньор. Вы очень талантливый. Странная она у тебя какая-то. Я ее не трогал. Эй, дурик! Он меня утомил очень сильно, если честно. Мужик. Они меня все обтрогали, облапали. Я, честно говоря, устала просто там сидеть, вообще слушать их бредни бухие вообще. Короче, девчонка адекватная, с которой ты общался. И мне туда хотелось пересесть. Но потом подумал, мне надо сваливать. Потому что он уже начал какого-то, ну, агрессировать начал немножко. Я знаю. А что ты рассказал? Ничего понятного? Он сказал, что ты выпил вот этот напиток, который они нам дали. И то, что у тебя встанет и будет стоять. Короче, и не падать. Да. И сказал, что, а женщина, ну, типа, короче, он показал, что наоборот, раскрывается все. И что это действует, как афродизиак. И потом начал какую-то хрень говорить, типа, что с какой вы целью хотите вообще? Он говорит, что вы тут ищете, типа, каскаду, какой-то водопад? Я говорю, нет, мы ищем какой-то коммуникации, чтобы познакомиться с культурой, с людьми познакомиться, пообщаться. Только с трендами. Да. Он такой, а какой вообще, типа, ну, какого хрена вы это хотите сделать? Какая причина висит? Я говорю, причина просто интерес. Он такой, ты знаешь, ты очень красивая, типа, если ты будешь подговорчивее общаться немного, типа, то ты больше сможешь узнать людей. Поняла, чувак, надо уходить. Просто, и дальше, и начал там это рассказывать. Да, да, здесь столько всего интересного будет для вас. Фух. Да, конечно, пока... Трезвых людей. Соотношение, да, трезвых к пьяным в этом городе очень интересное. Но, окей. Зато сколько антропологического материала мы собрали уже. Это, короче, алко, алко-выпуск, мне кажется. Потому что пока что мы только перемещаемся от кухолана к кухолу. Это антрополкоголия какая-то. И вечером надо по-любому выйти, потому что откроются новые горизонты всего этого. Учитывая, сколько здесь баров. Здесь бары просто на каждом шагу. Здесь вечером, наверное, такой Лас-Вегас. Да. Дичайший. Самый частый вопрос, который мне задают про Латинскую Америку, это почему люди там выглядят гораздо счастливее, чем у нас, даже если живут в бедности. И у меня никогда не было ответа, но я недавно понял. Это просто потому, что они не ходят в офис каждый день. Вот правда, я стал в тысячу раз счастливее после того, как ушел в удаленку, просто потому, что могу свободно распоряжаться своим временем. Понятно, что работать все равно приходится, но ты распоряжаешься своим временем намного эффективнее. Не нужно просто высиживать часы, ты можешь работать по собственному расписанию. И всегда работает формула, чем больше поработал, тем больше заработал. И я вам сейчас расскажу про удаленную профессию, о которой вы, скорее всего, не слышали. Администратор онлайн-школ. Рынок онлайн-образования растет невероятными темпами, на нем миллионы учеников, миллиарды долларов, сотни тысяч онлайн-школ, только в России их больше 90 тысяч. И все эти школы нанимают администраторов, людей, которые настраивают процессы и обслуживают их. Узнать все об этой профессии и о том, как быстро ее освоить, можно на бесплатном мастер-классе от Марии Лебедевой, которая работала с сотнями онлайн-школ и трудоустроила в них более тысячи своих учеников. Причем Мария сама прошла весь этот путь, она работает в онлайн-образовании более 7 лет и гарантирует своим ученикам трудоустройство. То есть вы быстро сможете получить свои первые заказы, перейти на удаленку и достаточно зарабатывать. Кроме того, Мария занимается благотворительностью и поддерживает фонд помощи людей с аутизмом. Чтобы узнать больше об этой свободной профессии, записывайтесь на мастер-класс по ссылке в описании под роликом. Мастер-класс бесплатный, а всех учеников ждет чек-лист по быстрому старту на удаленке. Удачи в новой профессии! Просто посмотри, все эти лодки. Ну типа это просто каждая, она выдолблена из цельного ствола. Дерево. Супер тоже профессиональная штука. Но с моторами. Народ напился. Куда идет эта лодка? В деревню Гуасай. Это далеко? Шесть часов. В какую сторону? И сколько стоит проезд? Это в складчину. Все, кому нужно ехать, сбрасываются на бензин. И едут. А, то есть каждый платит свою часть за бензин. И все вот эти люди, они из одной деревни. И сколько раз в неделю ходит лодка? Расписания никакого нет. Когда люди решают, что пора ехать, едут. Раз в несколько недель. Времени нет туда-сюда ездить. Нужно работать. Когда возникает необходимость, тогда и едем. То есть когда нужно что-то продать? Да, в эту сторону везем то, что нужно продать. А обратно всем то, что нужно было купить. В общем, среди всего этого пьяного безобразия мы нашли такие чувака трезвого, адекватного и, понятно, говорящего по-испански, который покажет нам свою деревню. На первый взгляд, это такая деревня. Обычная деревня. Деревянные дома. Дома очень простые. Это просто сколоченные из досок каркасы, стоящие на сваях над землей, чтобы влага и животные не попадали. Все. По сути, это просто стены. Нет никакой изоляции. Крыша простейшая. Все. Ничего. Никаких наворотов. По сути, палатка. Только чуть-чуть более прочная. Вот в этом домике вы будете жить. Мы вам тут повесим гамаки. Сейчас поужинаем. В 5 часов. Так, мы прям микроэкспедицию организовали, чтобы здесь обосноваться, потому что здесь нет ничего. Спать нужно в гамаках, которых здесь тоже нет. Их нужно с собой было привезти. Мы нашли гамаки, нашли резиновые сапоги, привезли воду с собой, потому что пьют они здесь только дождевую воду. Разговаривает? Да, зовут Пепито. Пепито. Как дела, Пепито? У каждой местной семьи есть какой-нибудь питомец. Но они их не ловят. Подбирают больных или брошенных. Его зовут Пепито. Довольный. Еще одна москота. Смотри, это традиционное что-то вроде печи, чтобы готовить касабу. Это кипяченый сок юки. А это лепешки из юки. Это древо из юки. Пан. Ну и совсем безвкусная. Да, вкуса у нее нет. Это чисто печеная юка. И вот из этого делают чичу. Нашу традиционную брошку. Мы ее пьем, когда собираемся вместе. Выпьешь много чичи, опьянеешь. Моя кузина как раз сейчас будет делать чичу на завтра. Удивительно быстрый и простой процесс. Оказывается, что вот эта жидкость, которая сливается вниз, это уже все. Готовая чича для употребления. Готовая. То есть, по сути, просто эти сухие лепешки залили водой. Они постояли, поферментировались. Все. Готово. Смотри, а это называется фаринья. Это такой порошок, который тоже делается из юки. И что мы делаем? Берем фаринью, заливаем вот так. Так пойдет? Да, сеньор. Попробуй, попробуй так. Ну, какая-то обжаренная. Ну, не мука. Толченое печенье. В принципе, уже ничего. Окей. А так? Если нет, если нет, или бывает. Сколько? Одну, две? Сколько хочешь. Окей. Блин, но процесс красивый, слушай, очень... А это фрукт. Окей. Мизма? Мизма. Окей. Вот это сок из этого фрукта. Едят только мякоть. Выглядит, как волосатое какао. В целом, конечно, звезду Мишлен не заслуживает, но... Попробуй, советую. Как будто опилки какие-то просто в воде растворенные или крошки какие-то хлебные. Это похоже на оливку. Не могу поделиться впечатлениями, потому что вкуса тупо нет. Никакого. Ну, видишь, я не брал. Так, ну, посмотрим, как дом внутри выглядит. Снаружи понятно. Спальня на открытом воздухе. В каждом местном доме есть гамак. Традиционно мы все спим в гамаках. А это аккумулятор для электричества. Ее достаточно для света и телевизора. Да, это очень продвинутый аккумулятор для солнечных батарей. От него питаются свет, телевизор, холодильник. Заряжаются телефоны. Тут кровать, небольшие полки для вещей. Ну, и без пивка тоже никуда. И вот розетки. Это жилье людей, у которых, можно сказать, есть независимый дополнительный доход. Под независимым дополнительным доходом у индейцев имеется в виду покупать товары в городе, привозить и продавать их своим же соседям по деревне за дороже. Если вы хотите иметь по-настоящему независимый доход, который даст вам и финансовую свободу, и свободу передвижений, и хороший уровень жизни, то советую посмотреть в сторону трейдинга. Про трейдинг есть много мифов, мол, это очень сложно, это требует огромного капитала, и вообще, это скам какой-то. На самом деле, трейдинг это такая же профессия, как любая другая, ей можно обучиться, но понятно, что для того, чтобы она оправдала ваши ожидания, нужно очень упорно учиться, упорно трудиться, и, конечно, выбирать проверенных опытных наставников. Один из таких Александр Герчик, профессиональный трейдер, который за 25 лет стажа заработал больше 20 миллионов долларов, и по версии Mojo Wall Street Warriors признан самым безопасным трейдером. Вы можете перенять его многолетний опыт, пройдя онлайн-обучение на его образовательной платформе GERCIC Trading Ecosystem, которая уже выпустила больше 20 тысяч студентов по всему миру. А можете получить все самые ценные знания Александра лицом к лицу на живом семинаре, который пройдет в Стамбуле с 9 по 13 ноября. Это будет интенсивное обучение с реальными торгами в настоящем времени, с нетворкингом, с профессионалами, единомышленниками и возможностью освоить азы трейдинга и уехать с семинара с собственной рабочей торговой стратегией, которая позволит заключать безопасные сделки и зарабатывать. Все мои подписчики и зрители получат скидку 20% на участие в живом семинаре в Стамбуле. Это уникальная, крутая возможность поучиться у лучших и сильно поменять свою жизнь. Поэтому оставляйте заявку по ссылке в описании под роликом и удачи! «То» был дом молодежи, а дом старейшины выглядит вот так. Гамак, рядом костер и еще один гамак. Кухня тут тоже рядом, потому что старикам трудно много ходить. Им удобнее все в одном месте. Это традиционная глиняная печь. На этом тоже готовят кассаву. и кассаву тоже готовят кассаву. Этот гамак слишком длинный. Так, какая у нас будет шикарная спальня. Тоже в гамаке, вот в том домике. Это надежно? Сто процентов? Сто процентов. Буду спать как королева джунглей. Это первая вещь, которую должен уметь делать каждый мужчина здесь. Так завоевывают деревенских девушек. так можно сделать отель, где захочешь, в любом месте. Готово. Я вешу 70. Ты 70? Не верю. Не верю. Не верю. Да, тут еда очень жирная и много клетчатки. Я вешу 75. Толстячок. Это роскошь. Насколько деревня большая? Сколько здесь живет семей? Сколько домов? Почти 70 семей и около 30 домов. Деревня называется Таясу. Переводится как холм. Здесь живут индейцы из племени Гуанан. Мы всегда живем большой коммуной. Все вместе в гармонии. Это старая деревня? Сколько ей лет? Точно не знаю, но довольно много. Лет 100 уже. А до этого где жили? До этого мы были кочевниками. Католическая церковь повлияла на то, что мы обосновались на одном месте. Электричество тут давно? Год назад поставили солнечные батареи. Всего год? Да, до этого света не было. Только костры и свечи. сейчас в 99% индейских деревень есть солнечные батареи. Из-за географической недоступности это было сложно сделать. чтобы пить. Чтобы пить, мы собираем дождевую воду. Она стекает вот по этим желобам. Все крыши под наклоном, чтобы вода стекала. потом она попадает вот в эту воронку из бутылки Кока-Колы. И потом вот по этой пластиковой трубке в большой резервуар. На этой воде мы готовим, моем посуду и все такое. Это наши последние технологии. А есть магазин, где можно купить консервы, алкоголь? Да, есть малюсенький магазинчик. Мы его называем базовые потребности. Вот такой маленький магазинчик. Но тут очень мало чего есть. тут вот сахар, еще тростниковый сахар, сигареты. Плантаций табака у нас нет, поэтому сигареты мы покупаем. Такая вот касса для денег. Есть консервы, немного помогают разнообразить рацион. сладкое печенье, снэки, газировка. А здесь у нас прекрасный хейнекен. еще есть колумбийское пиво и мексиканское пиво. И все это стоит дороже, чем в городе. мексиканское если в городе упаковка пива стоит 4 доллара, то здесь будет 8 долларов, в два раза дороже. Ведь везти сюда товары сложно и далеко. Вот рыба, которую мы ловим в нашей реке. Это черное называется колоче. Похоже на угря. А вот это похоже на лососи, но мы называем ее паяло. Наш супермаркет это река, а наш магазин джунгли. Блин, какой удивительный мир. меня в целом это наверно больше всего пока удивляет то, что у тебя дома может жить попугай дикий и он будет прилетать к тебе общаться. Тут рядом котик сидит, тут собачка, все дружат. Боже, ну обезьян не хватает, конечно. Был бы полное комбо. Окей, технология. Технология, что у нас нужно уходить питания с высоты. я не знаю, какого будет на вкус, какого будет на вкус этот апельсин, но он пахнет уже очень вкусно. Так вкусно пахнет. Да, да, красиво. Просто причем на таком расстоянии. Я вау, я хочу скорее попробовать. Вы говорили, что все фрукты, которые вы здесь пробовали до этого, были безвкусные. Да, но у этого должен быть. Вау. Это фантастика, все натуральное. Свои апельсины, свои бананы, свое какао. Какао у них растет свое. Ты понимаешь, ты можешь просто сорвать, прийти домой и сделать собственный шоколад. В общем, не знаю, что тут с антропологическими и культурными исследованиями, но просто ради того, чтобы съесть настоящий апельсин, вот самый настоящий, с видом на этот закат самый настоящий. В общем, стоило забраться в эту глубокую, глубокую, глубочайшую Амазонию. Он такой, знаешь, как говорят, что учатся целоваться на фруктах. Вот я бы на этом апельсине я бы учился целоваться. Это какой-то неописуемый кайф, ребята. Просто сумерки посреди сельвы. Здесь такая невероятная тишина. Ну, то есть, она не тишина, очень много звуков природы, слышны сверчки, где-то река шумит далеко. Но все это складывается в какую-то невообразимо красивую тишину. Я бы это таким словом назвал, потому что вот в этой природной тишине особая музыка. И вот эти сумерки, это тишина, пахнет кострами. Мы идем на реку умываться перед ужином. Вау! блин, это какое-то такое... Ну, наверное, к детству отсылает, конечно, к детству в деревне. Может быть, поэтому мне так нравится, но просто покой, тотальный покой. Взрыв счастья какой-то, я бы сказал. Саша, что думаешь? Я думаю, что я бы приезжала бы в Сельву Амазонскую только для того, чтобы слушать эти звуки. Да. Вот только ради этого я готова приезжать в Амазонию раз за разом, потому, что такого больше нет нигде. И, причем, чем темнее становится, тем больше звуков. Сейчас, когда стемнеет, еще проснутся жабы. А мы сейчас, когда ляжем спать... Да! Вот это будет реггетон. Это просто лучшая музыка, которую только можно представить. Буэнсардес. Буэнсардес. Супер вообще для купания места. Ты сейчас пуск такой посмотри. А крокодилы здесь водятся? Крокодилы. Нет, потому что каждого крокодила, которого видели, уже съели. Понятно. А анаконды? Да, анаконды есть. Обычно они там, в воде, в кустах. Но они небольшие. Мы только маленьких видели. Но благодаря тому, что есть электричество, у всех горит свет. В каждом доме горит свет. Работает телевизор. Да, люди... Все, село солнце, люди садятся смотреть телевизор. Футбольчик, сериалы. Это, конечно, интересно. То есть ты супер далеко вообще от всего, от цивилизации. Но сериалчик, футбольчик у тебя есть. Мне нравится, как возле костра собрались все. Пес, кот, мы пришли. Все ждут с нетерпением, когда курочка будет переложена на тарелки. Едят только голову. Только голову? Только голову? Жопки не едят. Нет. А как их готовят? Да никак. Просто добавляем соль по вкусу. Что скажешь, Саша? Очень странно, ни на что не похожий. Но довольно нейтральный вкус. Совсем не противно. По этой консистенции похоже на какую-то семечку. Очень твердую. Как будто просто что-то сырое ешь. Все остальное у нас на ужин довольно простое. Яйца жареные с луком, рис и лепешка из касавы. Все. Как бы, слава богу, что принесли муравьев. Так было бы неинтересно. Вот такой домик под москитной сеткой. Кайфово. Саша где-то там за слоями. Этой тюли. Нет, на подготовке. Сытный ужин из жопок. Нет, из мозгов муравьев. Просыпаться здесь кайфово все-таки. Пять утра. Такое все немножко еще мутно-дымное. Красивое. И опять же поют птицы. То есть уже не сверчки, как вечером. А птицы начинают петь. И все такая же красивая тишина. Офигенно. Особенно, когда знаешь, что тебе не надо идти работать в поле. Но сегодня у всех выходной. Воскресенье. Сегодня все идут в церковь. А потом на массовые гуляния. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Книга Исаии. Господь говорит так. С неба падают дождь и снег, и не возвращаются обратно, чтобы оплодотворить землю и дать взойти семенам, которые превратятся в нашу пищу. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот это мне очень нравится уже. С Рождеством. Рождество круглый год. Видишь, тут хранятся новогодние украшения. Тут сапоги. Рождество здесь очень важный праздник, да? Да, Рождество и Новый год очень важны. Вот это молоко. Традиционный, да, у коренных народов Латинской Америки здание коммунальное, общее, в котором происходят все общие мероприятия. И сейчас в молоке все собрались на какой-то общий обед, как я понимаю. Каждая семья приносит какую-то свою еду, чичу, судя по всему, и что-то будет, что-то начнется. В общем, пойдем пробовать. Интересно, что принесут? Интересно, каждая семья просто принесет свою касаву? Или все-таки будет разнообразие? По традиции нужно поздороваться со всеми по очереди. Такая традиция. Большая часть передачи нашей культуры происходит на таких общих собраниях, когда пьют чичу, разговаривают со старейшинами, играют, танцуют. Так мы получаем учения. Слышим слова, которые могут лечить душу, могут лечить болезни. Интересно, что разделились все примерно на две половины. С одной стороны мужчины возле стола с бражкой, с другой стороны женщины возле стола с касавой и там рыба, судя по всему, в других кастрюлях. Мы сегодня здесь собрались. Я из народа Десана. Мой отец Десана, а моя мать из народа Гуанана, из этой деревни. И по традиции я говорю на обоих языках этих двух народов. Все знания у нас передаются из уст в уста. Наша школа – это наша семья. И все передается естественным образом. Я присоединюсь. Посмотрим, что дают. Дают касаву. Что так? Я не знаю. Здесь все макают просто касаву в это варево. Но это... Не знаю. Везде все одинаково выглядит, как будто это просто рыбный... Вареная рыба. Ну или рыбный суп, не знаю. Попробуем так. О, брошка пошла. Пошла брошка. Очень остро. А, demasiado. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ммм. Ну, хорошее. Вот. Вот это уже что-то. У этого уже есть насыщенный вкус. В целом прикольно. Но надо... надо запить. Блин, хорошее мероприятие. В целом, конечно, всегда, когда люди разделяют пищу, это очень всегда выглядит приятно. Ммм, муравьишки пошли в дело. Ммм. Целый чан вареных муравьев. В деревне есть старейшина. Дедушка всей деревни, которая знает все традиции и несет все знания предков. Если молодым интересно что-то знать, они идут к нему и спрашивают. Он никого специально не ищет сам. Никому ничего не навязывает. Все из искреннего интереса. И действительно, что есть... Мммм. Ммм. 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 мы взяли самое дорогое что можно купить в этом поселении хайникин чтобы прийти в гости к старожилам попытаемся у них узнать что-нибудь про то как здесь обстояли дела раньше на самом деле послушать какие-нибудь легенды всегда интересно сохранились ли легенды и хоть что-то до христианское таких коммунах потому что чаще всего когда я спрашиваю в таких местах мне ничего кроме каких-нибудь историй про рождество христово рассказать не могут ну посмотрим что здесь он говорит про очень-очень давние времена тогда давно наш бог разделил всех людей на две части половину он оставил людьми а половину превратил в деревья поэтому деревья это живые существа они думают чувствуют у них цикл жизни как у людей они рождаются растут размножаются и умирают поэтому мы должны их уважать деревья это наши братья старейшина говорит что мы должны уважать всех живых существ если нам нужно использовать какое-то животное или растение мы должны осознавать вред который мы ему наносим поэтому индейцы стремятся сохранить лес в первозданном виде потому что это наши братья и потому что они дают нам жизнь вот так старейшина объяснил суть связи коренных народов с природой это мокрая масса из юки она засовывает ее в эту штуку чтобы потом извлечь всю влагу и вот так нужно сидеть пока последняя капля воды не выйдет а и Секаем, с пациентом. Мне нравится, насколько все действия Как бы неспешные с одной стороны у нее С другой стороны очень То есть не то, что они медленные Они просто очень уверенно Правильной скорости Как будто бы все, что она делала Отжимала эту штуку для браги Выжимала эту массу Потом муку обжаривала Потом вот это, как она делает Все Как-то вот прям очень сосредоточенно Очень Не знаю, прям очень приятно наблюдать То есть у нас с одной стороны и не спешит С другой стороны и не медлит И в каждом движении Прям Отточенность, мастерство И покоя Очень интересно Ну и делает она это сюда По всему Просто целыми днями Просто она целыми днями Эти действия повторяет Второй завтрак У меня на самом деле первый завтрак уже был А что ты ел? Мне сделали ту же самую бодягу Как вчера Вот это разводили водой Только в этот раз горячую Горячую Так что у меня уже второй завтрак На этот раз муравьи Жареные Блин, попробуем Они их столько наложили Как будто я, знаешь, любитель прям Неужели вчера было непонятно? Ничего не изменилось Ну вот эта штука сегодня вкуснее Тот же отврат Но она свеженькая Она свежеиспеченная касао Выглядит на самом деле очень красиво Прям Да Она прикольна тем, что она тягучая Немножко как какой-то Блин Не знаю Желе Как желе, да Оно начинает мне нравиться Ну, по консистенции оно прикольное Вкуса у него нет И это странно, потому что Странно, почему Хочется какой-то соус Просто Можно же делать какие-то соусы Типа фруктовые Какой-то этой штуке Или там типа, не знаю Рыбные И хотя бы гуакамоле Какую-то штуку Очень странно, что ничего Нету Этот бэйби-сом Он копченый Бэйби-сом Надеюсь, он не подведет Да, сом не подвел Типа не хватает Сейчас чуть-чуть принесут Она уже приготовила с утра Школа даже есть Очень маленькая Там всего лишь один класс Она сейчас закрыта Но там одно помещение всего лишь И здесь учатся до первых пять классов Потом ездят учиться В другую, более большую школу В другой коммуне Один учитель На всех Всего здесь, он сказал Где-то примерно 20 учеников Причем это Пять разных классов То есть в классе По четыре человека Один учитель всех учит Вот сейчас он заболел Его месяц уже нет Поэтому школа закрыта Никаких уроков нет Вот Но прикольно Школа полноценная Здесь есть спортивная площадка Там есть кухня Есть туалет Даже Такой Современный Вот Маленькая библиотека В общем Прям Весь набор Классно Я пришел с двумя друзьями Из России и Беларуси Знакомьтесь Это глава деревни Наша Очень приятно Очень приятно Хочу спросить Вот что это значит Быть капитаном Индейской деревни Многое сильно поменялось Раньше нужно было следить за деревней За своей семьей Чтобы в семье было все хорошо Чтобы никто не болел Следить за людьми Но многое поменялось Стало более по-западному Нужно решать дела с властями Которые над нами И с теми Кто приезжает сюда У капитана деревни Нет зарплаты Это добровольная работа Деревня сама выбирает Своего главу Все собираются И назначают Кто будет ими руководить В ближайшие пару лет Кто будет определять направление Чтобы деревня развивалась Он ездит в МИТУ В столицу И от лица всей деревни Передает просьбы и запросы Чтобы местные власти Решали наши проблемы Электричество Образование Питьевая вода И иногда это работает Ты видел Сейчас нам проводят питьевую воду Вот такой работой занимается И это все добровольно Без зарплаты В общем все Абсолютно автономно Они могут жить Вот Мне показалось что это лимон какой-то А это похоже и есть лимон Или лайм Пожалуйста Вот просто Тут каждое дерево Ты натыкаешься Оно Чего-то полезное дает Классное Поэтому они абсолютно могут Автономно жить Действительно лесом И ничего им не надо По сути то что Вот Привозят сюда рис И Ну такое Из еды В целом наверное рис Все остальное они берут Местное Это удивительно То есть За десятилетия Контактов С внешним миром Все равно Образ жизни Остался Ну практически Автономным На 95% Все равно Они обходятся Хоть и это делает Их жизнь Очень Базовой Да Ничего лишнего У них абсолютно нет Никаких Не знаю Признаков Комфортной жизни Тем не менее Все вот остается Максимально натуральным Ничего Практически Извне Это удивляет Это прям очень Меня удивляет Но Но это и круто Если Исчезнет вдруг Связь с внешним миром По какой-то причине Не станет Источника Каких-то Внешних благ То вообще Ничего не поменяется Они смогут Так же Прекрасно Жить Как и жили Вообще Уровень жизни Их не Снизится Совершенно Они сказали Что не держат Здесь никаких Животных Кроме Кур Потому что Дорого Потому что Дорого Содержать Коров Свиней Нету Просто Даже на это Нет денег У людей Поэтому Ловят рыбу То есть Источник Протеина У них Рыба Вот Единственный По сути И муравьи Самое Важное Мероприятие Дня Рыбалка Нужно Добыть себе Обед Кого будем Сегодня ловить? Кого Будем Пескать? Какой тип Пескар? Есть несколько видов Местной рыбы Попробуем Словить Гуараку Гуараку Ту Что вы уже ели Еще можем Словить Сардин И окуня Удачи нам Может ему надо Помочь Этот Веслом Или лучше Не стоит Не Лучше Пока мы Справляемся Когда попросят Вот такие крючки мы используем Повесим которые побольше Это леска Чтобы рыбачить Там На открытой реке А здесь Посмотрим Может получится Словить Сардину Сейчас Насадим Червя Проведем соревнования Речные монстры Теперь будем ждать Часами Часами Главное терпение А ночью ловят по другому Да Ночью быстрее Расставляют много крючков Около сотни И ловят 4-5 килограммов рыбы Абсолютная тишина Просто Супер Крутое место Даже рыбы спят Судя по всему Придется опять есть Касаву Ну что Вот такая жизнь оказывается В Амазонской сельве В Колумбии Не знаю С одной стороны Это уже однозначно Не те Жители джунглей Которых мы себе представляем Да Не бегающие Голые люди С копьями Таких На континенте Практически не осталось Все племена Так или иначе Контактировали с внешним миром И контактируют Здесь Как бы да Цивилизация Чуть Более глубоко Мне кажется Забралась И с одной стороны Эти люди Говорят по-испански И даже могут Вот Поступать в университеты Уезжают отсюда Начинают работать Где-то в городе И Вот у них Электричество появилось Год назад Они начали смотреть Телевизор Музыка играет Уже Какая-то Не то Портариканская Не то Мексиканская Как бы пробирается К ним вот эта Цивилизация Я бы не называл Это глобализацией Скорее Такая Латиноамериканская Цивилизация Но с другой стороны Это пока вообще Никак не поменяло Их образ жизни Они как жили Автономно Лесом И рекой Так и продолжают жить Ничего не поменялось Все что у них есть По сути Все дает им Сельва И река Как будто бы Не очень много Осталось От культуры Конечно Непонятно Насколько Глубокая Интересная И развитая Была эта культура Местных племен До прихода Христианства Но Как будто бы С христианством Да Вообще Почти ничего От нее не осталось Но опять же Это стандартная Для мира ситуация В общем Мне здесь понравилось Очень Очень красивое Очень спокойное место Очень кайфово Очень приятные Все люди И да Мне кажется Очень интересным Что Даже контакты С внешним миром Это больше Не изолированная Ну Не совсем Изолированная Скажем Территория Все равно Добираться отсюда Очень долго И очень сложно До цивилизации Но все равно Уже можно Эти контакты Есть Но это Пока не поменяло Никак образ жизни Люди Продолжают жить Автономно Как жили Как жили их предки Только уже Немножко С Таким Внешней Пока только Внешней атрибутикой Современности Вот такие Вот они Оказываются Современные Колумбийские Амазонские Индейцы Коренные Народы Пишите в комментариях Что думаете Про это Все Будем обсуждать Это был Леня Пашковский Хочу домой Из Колумбии Пока